Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это мой внеочередной мнение дилетанта, потому что я его не планировал так рано записывать. А записываю я его в связи с радостным событием. Была анонсирована шестая цива! Ура! Е! В общем, меня уже вчера достали всеми комментариями и вопросами. В общем, нормальные люди как раз догадались, где комментарии писать, потому что у меня была уже первоапрельская шутка по поводу шестой цивы, и там народ нормально спрашивал. А все те, кто к последнему видео начали писать комментарии по поводу шестой цивы и прочее, вы, к сожалению, у меня уже забанены на канале, потому что надо понимать уместность того, где вы спрашиваете, что вы делаете. Но вопросов, конечно, много, и давайте с вами их обсудим. И вообще, мое мнение дилетанта посвящено не просто анонсу шестой цивы, а вообще, в принципе, ожиданиям новых игр, о том, как мы относимся к тем играм, которые еще не вышли, как мы их восхваляем или, наоборот, критикуем. Начнем с того, что появилось три скриншота всего лишь, даже нету еще геймплейного видео никакого, есть трейлер, но заставочный, как бы, как всегда, пафосно о том, что мы должны свою нацию вести к процветанию. В общем, у меня эти ролики, ну, заставочные ролики в циве никогда не были важной частью процесса, в общем, мне на них всегда было все равно. А вот скриншоты интересные, за счет них можно увидеть, какая будет графика. И что тут началось? Сколько критики? Боже, мультяшная графика в циве, как такое может быть? У меня реально полное дежавю, потому что, когда выходила пятая цива, 2011-й такой, или 2010-й, я вот уже не помню, но неважно, пускай пять лет назад, да, пять лет назад, было один в один то же самое. Тоже все писали так, у меня не темно слишком видно, нормально, все писали, что в пятой циве мультяшная графика. Какая разница, какая графика в пошаговой стратегии, ребят, ну реально, вы будете играть в стратегию из-за графики? Не, я согласен, что хотелось бы там хорошее, чтобы там лучше было, но самое главное в стратегиях всегда было, это читаемость карты, юнитов, узнаваемость. И судя по тому, что я вижу на скриншотах, с этим как раз проблем не будет. Очень четкие текстуры, вот сейчас вот смотришь на скриншоты шестой цивы, и скриншоты пятой цивы кажутся такими немножко мыльными, понимаете, такими, ну, как будто в блуре. Ну, с другой стороны, конечно, эти все скриншоты, они еще подготовлены там в фотошопе и прочем. Например, вот если сейчас искать скриншоты пятой цивы, то наверху до сих пор появляются тоже первые три скриншота, когда была анонсирована пятая цива. Можно на них посмотреть, просто ради интереса сравнить. Мне вот реально абсолютно все равно, в какой стилистике будет сделана графика в шестой циве. Меня больше волнуют вопросы игровые, вопросы именно самой стратегии, как будет сделана игра, будет ли нам интересно в нее играть. И, по-моему, вас именно, ну, должно волновать то же самое. И сейчас мы это немножко дальше обсудим. Если же говорить технические моменты, то меня больше волнует движок. Сделают ли разработчики новый движок? И тут у меня есть некоторые сомнения. Вот. Потому что, например, пятая цива была анонсирована года за два до выхода. И там действительно делали новый движок, вот, хотя не знаю зачем. В четвертой циве, по-моему, прикольный был движок на питоне, кстати, на пайтоне, если есть программисты среди меня, среди моих зрителей. Очень такой легкий был, там все быстро загружалось. Ну, а в пятой циве, даже если вы на современном компьютере пытаетесь ее загрузить, у меня, блин, на SSD диске, на компьютере, где там 16 гигов памяти, быстрый прос и прочее, цива все равно запускается секунд 30-40. Если я запускаю, если я буду запускать с обычного жесткого диска, то минуты полторы. Вот на ноутбуке своем, вот сейчас ездил в поездку, мне приходилось запускать там циву, три минуты запускается игра. Тем не менее, если берешь любые новые стратегии, там и Endless Legend, и Master of Dublin Stellaris, вот недавно, там все карты и сами игры довольно быстро запускают. Ну, секунд 15-20, дай бог, если ты уже прям в игре. А в циве пока сейв загрузишь. В общем, все это очень муторно. Это, конечно, проблемы именно движка самого, который почему-то никак не оптимизирован и прочее. И на этом же движке Beyond Earth было сделано. Так вот, я волнуюсь за то, как бы разработчики просто не облагородили его. Я боюсь, что будет движок тот же самый. То есть, просто текстуры более высокого качества делают для шестой цивы, но движок будет точно такой. Но это имейте в виду, это я так думаю. Это не факт, что так действительно будет. Надо подождать, посмотреть. Я считаю, что, конечно, этот движок надо переписывать, потому что там очень много всяких технических проблем, видимо, в нем изначально было, и которые перешли в сетевые игры. Дальше. Надо смотреть, кто ведущий геймдизайнер игры всегда. Да. Вот серия цивы славится тем, что каждую серию делали очень талантливые люди. Несмотря на название, несмотря на то, что там написано Sid Meier's Civilization, по-хорошему, Sid Meier принимал участие только в создании первой цивы. Дальше делали другие люди. Например, вторую циву делал Брюс Шелли, который потом Age of Empires создал. Альфа Центавру делал Крис Шелли, по-моему, и Брюс Рейнольдс. Я боюсь перепутать имена, вы уж извините, но фамилии я точно называю. Которые потом создали, например, Rise of Nations. Тоже отличные стратегии. Последнюю, пятую циву, извините, я забыл, как зовут геймдизайнера, но он тоже ушел из Фераксиса и делает сейчас свою стратегию At The Gates, которая тоже еще не вышла. Так вот, главным дизайнером шестой цивы назначен Эд Бич. Знаменит он только тем, что он создавал аддоны к пятой циве. То есть вот сам создатель ушел, а Gods and Kings и Brave New World создавал именно Эд Бич, был главным ведущим геймдизайнером. И, в принципе, конечно, аддоны, я ничего не хочу сказать, по-моему, они хорошие получились. Но одно дело делать аддоны, да, а другое оригинальную игру. Тем не менее, каждая серия цивы, да, каждая часть цивы была чем-то другим. И я вот считаю, что третья, четвертая, пятая цива, это совершенно разные игры. Они очень мало на себя похожи, там, на каждой части. И мне бы тоже хотелось, чтобы шестая часть тоже не была полным клоном пятой. Просто поменявшие изображение на самой коробке, на экране. Сейчас попью чайку. Меня волнует, что игра анонсирована за такой малый срок до выхода. До выхода. То есть, меньше полугода. Понятно, что у Firaxis есть две команды разработчиков. Скорее всего, опять же, это мои домыслы. Одна команда работает над тактиками, типа XCOM, да, а вторая команда над стратегиями. И вот вторая команда совершенно недавно закончила, собственно, аддон Rising Tide с Beyond Earth. Меня опять радует, что геймдизайнером не назначены те ребята, которые над Beyond Earth работали, если помните. Там, конечно, у них это не очень получилось. И если мы будем принимать внимание, что две команды, значит, над шестой целой начали работать только в конце прошлого года. По-моему, как-то маловато для такой игры, где надо очень многое продумать. Ну, изменения уже есть, да, вот то, что... То есть, мы можем сейчас обсудить некоторые моменты, которые уже известны, что будет в геймплее. С другой стороны, вот мне все-таки не очень нравится обсуждать игры до их выхода. Ну, потому что это, по-хорошему, такая фрустрация на тему того, что будет совершенно по-другому, на самом деле, выглядеть, когда выйдет. Я вот с этим столкнулся, когда, помните, я очень много делал переводчиков, переводов со стримов разработчиков, когда они Beyond Earth готовили. И, ну, то, что они говорили, оно как бы получилось... Они нас не обманывали, нет. Просто разработчики, они немножко на другом сфокусированы. Вот им кажется, вот это классная какая-то идея, им надо об этом рассказать, да. Ну, и пиар отдел им говорит, что вот, ребята, у вас там новая идея, вот давайте на это делать какой-то центр внимания на это смещать. А мы, игроки, мы потом немножко... Ну, когда начинаем играть, мы увидим целостную такую картину и немножко по-другому все это воспринимаем. Поэтому заранее обсуждать игру я все-таки... Мне кажется, это несколько странным. Я поэтому вот и не смотрю уже никакие там стримы разработчиков особо, не читаю какую-то критику заранее людей. Выходит игра, я в нее играю, сделаю для вас обзор. Если она вам понравится, значит, понравится. Какая разница? Вот какая разница, как игра будет выглядеть заранее, по-хорошему. Я там и Stellaris не смотрел, и Endless Legend, и Endless Space 2 сейчас не смотрю абсолютно. То есть... Я просто заранее надеюсь, что игра будет хорошей. Я вот всегда такой, знаете, оптимист, если хотите. Я не фанат, я там не жду прямо... И не разочаровываюсь, вот как XCOM 2, например. Ну, она похуже, чем хотелось бы, получилось, согласитесь. Но разочарования я все равно от этого не чувствую, потому что я не трачу все свое внимание вот на эти еще не вышедшие игры. Стоит тратить внимание на игры, которые сейчас есть. А их много действительно. И у меня сейчас ощущение, что у нас такой вот золотой век пошаговых стратегий. И вообще умных игр. Их действительно очень много. Потому что, когда я вот начинал свой канал, по-хорошему, кроме ЦИЛы, в тот момент ничего и не было. Если уж так говорить. И один... За что еще можно сказать спасибо разработчикам из Фераксис, что они, пожалуй, в своей пятой ЦИЛы именно возразили интерес к пошаговым стратегиям. Вот, возвращаясь к шестой ЦИЛе, что нам известно о ней, вот так можно обсудить. Во-первых, гексы останутся. То есть, примерно, на самом деле, вот что я видел по скриншотам, карта выглядит так же, как и в пятой ЦИЛе. Ну, если убрать улучшенную графику, в принципе, все то же самое. Но города теперь... Городам будут тебе пристраиваться районы. Многие уже опять в комментариях пишут, что идея сперта из Endless Legend, но на самом деле не совсем так. Там идея немножко в другом. А в том, что здание самого города теперь строится не в городе, а рядом с ним. Причем имеются районы, там, военный район, научный район, может быть, специализация города. И клетки, вот, можно будет застраивать все 36 клеток, которые окружают город. Ну, вот, как в пятой ЦИЛе ставили город, да, там, вокруг нее только 6 клеток. А потом постепенно прибавляются клетки, постепенно. Тут тоже будут постепенно прибавляться клетки, но на этих клетках можно будет еще и какие-то здания построить. Причем, и чудеса это точно будут на отдельных клетках строиться. Причем, не на каждой клетке можно построить какое-то определенное здание. То есть, например, пирамиды можно только в пустыне построить, что логично, да. Стоунхенш можно только с камнем рядом построить. Кроме того, строительство определенных зданий будет убыстрять науку. Что тоже, ну, в смысле, лучше так, технологию. Технологию. То есть, чтобы открыть каменную кладку быстрее, вы можете построить шахту рядом с камнем. Вот, как-то так объясняют. И у вас тогда открытие технологии каменной кладки увеличится, убыстрится на 50%. Если вы ставите город рядом с морем, да, и там обрабатываете морские клетки, то у вас убыстряется открытие морских технологий. В общем, ну, звучит довольно интересно. И вообще, вот эти разговоры о том, что кто-то из какой-то игры спер какую-то идею, они все вместе развиваются. Что, блин, Endless Legend все оригинальное там, что ли? Нет, конечно. И это и хорошо, когда создатели разных игр смотрят, что происходит у других, и комбинируют идеи. И из этого может получиться что-то новое. Я не верю, что можно выпустить сейчас популярную пошаговую стратегию, которая будет состоять сплошь из новых идей. Ее просто не воспримет никто. Это такой нормальный эволюционный процесс. Дальше, что еще рассказать по поводу городов? Там будет, возможно, осада, то есть уничтожение этих районов, возможно, их будет как-то ремонтировать, как вот, знаете, в Пятой Циве улучшение клеток, да? Ну, это мы можем пока только догадываться, потому что этой информации никакой нету, и пока данные только в текстовом виде. Но мне хочется надеяться, что вернется опять специализация городов. Кстати, вот я еще хотел отметить, что Цива, Пятая Цива, она стала такой популярной, потому что здесь появилась эта офигенная идея один юнит на тайл, то есть появилась тактика. Четвертая Цива была чистой стратегией. Кто настроит больше юнитов, размести, и стэк судьбы, да, стэк оф дум, напихает их на одну клетку, и куча юнитов на одной клетке придется тебя завоевывать. Здесь же появляется тактика. Так вот, мне, лично мне, от шестой Цивы хочется, чтобы тактика осталась, но разработчики вернули еще и стратегию, потому что, откровенно говоря, все-таки Пятая Цива, например, построение с Четвертой, как стратегия намного слабее. И многие любители Четвертой Цивы, например, поэтому от Пятерки и плевать, что, мол, где стратегия сама, то есть она в этом плане намного легче. И мне вот хочется, чтобы в шестую Циву вернулась эта самая стратегия. Как можно больше стратегических моментов там было. Но при этом она не была бы такой вот сложной, вот знаете, мне постоянно пишут, вот Европа универсальность намного глубже. Нету ничего хорошего, чтобы игру сделать максимально сложной в понимании, и напихать туда всего-всего-всего и помногу. Качественные игры интересные. Они и сложные, но при этом и простые. Вот в этом, как-то сказать, в этом золотом сечении, в этом, какое-то слово там, в этой гармонии и есть качество игры. Но, тем не менее, вот то, что я читаю про войну, тактика та остается, но не совсем. Есть некоторые моменты. То есть, например, осадные юниты теперь можно будет ставить на клетки с военными. То есть, я так понимаю, если раньше, вот, например, мы артой нападали, у нас арта сзади стояла, а впереди у нас стояли какие-то юниты, чтобы не давать подхода к артиллерии, то теперь мы можем поставить там, например, стрелка и на эту же клетку артиллерию, чтобы вот так защитить, таким образом ее. Кроме того, можно будет юниты объединять как бы в один супер юнит. Я так... Еще нету конкретных данных, там, сколько юнитов, но, например, мы берем два арбалета и объединяем этот юнит в один, но он получает существенный бонус по силе. Какой бонус, мы тоже еще не знаем, но в этом есть логика. Я думаю, что идея будет в том, что сила этого юнита не в два раза будет больше, чем у одного, а, например, будет в полтора. То есть, нам надо будет выбирать, либо у нас юниты стоят на одной клетке, но этот юнит будет в полтора, ну, там, на 40% слабее, чем два юнита, которые будут на двух клетках стоять. То есть, тоже своего рода тактика и интересная идея. Ну, опять же, это я додумываю сейчас, неизвестно, но то, что объединять можно будет юниты одного типа в какой-то вот один более сильный юнит, это точно. Так, что еще? О чем еще не сказали? Ну, что меня еще смущает, то, что разработчики по поводу сетевого режима, они, вот знаете, что они отметили, что, типа, мол, партии в ЦИЛу слишком долгие, и мы придумали такой режим, чтобы в ЦИЛу было можно было в сети быстрее играть. Ну, разве вот мы с вами играем в ЦИЛу в сети, да, я играю, что самое главное, что нас всех волновало, что партии слишком долгие, а вон у нас всех волновало качество сетевого соединения всегда. Когда у нас час уходит только на то, чтобы стартовать игру, да, чтобы там партия долгая. Там, видимо, в Фераксис сидят люди, которые считают, что это не очень важно. То есть слов о том, что сетевой режим станет стабильнее, лучше и проще, даже еще не прозвучало ни разу. Они говорят о том, что сетевые партии в ЦИЛу слишком длинные. Боже, почему вас это волнует? Где вообще люди? Вот кто вообще жалуется, что партии слишком длинные? Ну, ребят, серьезно. Меня вот это настораживает, между прочим. То, что они несколько на какую-то странную, какие-то странные вещи обращают внимание. Так, ну, по поводу технологий я вам сказал. Есть некоторые технологии, у которых будут особые какие-то, как-то сказать, требования, чтобы их можно было изучить. Тоже интересно. Я не знаю конкретно, какие требования, но это интересно. Значит, здания, чудеса будут требовать определенное место расположения, здания, которые вы строите, тоже, ну, не обязательно везде можно будет построить. В общем, я вот целый, потому что я уже больше 20 минут наговорил, а мы это обсуждаем только три скриншота, трейлер вступительный и несколько пары текстовых слов. Ну, мне надо было сделать это видео, потому что вы меня заваливаете комментариями. Я предлагаю просто вот сейчас не устраивать особого кханалию по поводу выхода шестой цивы. Давайте хотя бы начало октября дождемся, потому что в Стиме, кстати, она уже есть, появилась 21 октября написана дата выхода. Кстати, уже кое-где можно предзаказать и там какие-то дикие цены, ну, 50 долларов, что-то такое. Я не знаю, сколько будет в российских рублях, я думаю, тысячи две будет, кстати. Но это неудивительно, потому что примерно столько же и XCOM стоил, и Beyond Earth, так что, а уж на своем флагманском продукте, по-моему, что я последний не читал, 40 миллионов копий было продано, пятой цилы. Firaxis не применет заработать деньги. Да, еще такой главный момент, опять же, люди пишут, что будет куча дополнений явно. Я тоже в этом уверен, что будет выпущена ванильная цила изначально не совсем функционал, а дальше будут дополнения. Почему это прокатило с пятой цилы? Я уже много раз об этом говорил. Пятая цила тоже довольно обрезанной была. Прокатила, потому что в пятой циле было очень много новых механик, и в нее все равно было интересно играть, даже без всяких... без там, без религии, без того, без караванов, которые там привнесли Brave New World. Так вот вопрос с шестой цилой, насколько в ней будет всего нового, чтобы отвлечь от такой ее куцисти на начальном этапе. Тут я не могу вам сказать, типа, скорее всего, будет много всего нового или нет. Посмотрим со временем. Но как-то вот обсуждать, мне кажется, шестую цилу до ее выхода, мне кажется, не имеет смысла. Я вообще вот против такого обсуждения игр, в которые невозможно особо поиграть. Так что давайте дождемся. Слава богу, ее анонсировали. Кстати, вот кто смотрел мое прямой эфир с подписчиками за зиму, я, по-моему, там я говорил, что я уверен, что вот в конце мая Фераксис шестую цилу анонсирует. Несмотря на то, что когда пятая цилу вышла, заявлялось, что, мол, это последняя игра в серии. Но деньги нужны всем. И тем более, что с тех пор Фераксис ничего подобного не говорил. Так что они так и тихонечко это замолчали и решили, что давайте-ка мы и шестую сделаем цилу. Хочется верить, что у них получится. Потому что мне кажется, что Beyond Earth и второй XCOM как-то слабовато у них вышли. Слишком денег хотелось заработать, похоже. Давайте на шестую цилу возлагать свои надежды. С другой стороны, видите, они экспериментируют. Нельзя сказать, что Фераксис как-то закостенела там в своем развитии, что они просто одно и то же выпускают. Они все-таки пытаются с играми игры изменять. И это хорошо, по-моему. Я не хочу получить под вывеской шестой цилы ту же пятую цилу просто с новой графикой. Я хочу получить новую игру. Надеюсь, что вы в этом со мной тоже солидарны. Ну, а на этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Канал Леши играет. Не забудьте поставить лайк, раз уж досорили до конца. Ну и в комментариях я жду ваше мнение по поводу вот этого анонса. Все. Всем пока.